Музыка Грязь, вот представляете, стоишь и засасывает тебя выше щеколки. Тут была канава вырта, 3 метра глубиной. Они засыпали, и в данный момент дети у нас бегают тут, а канава проваливается. В непогоду через грязь, а в жару через буераки. Так жители дома номер 46 по улице Луначарского пробираются через изрытый двор к собственным подъездам. Водоканал роет, яма без конца, то там, то тут. Вот тут сбоку была глубокая очень яма, туда и люди проваливались. Совсем иная картина открывается с другой стороны дома. Здесь новые широкие тротуары, газоны, а главное, наконец-то появилась дорога, которую так долго ждали самарские автомобилисты. В советское время были заложены в проект города территории, на которой впоследствии будут строиться дороги. Так как всем известна Карла Маркса, ну и в том числе улица Луначарского. То есть она там со временем повышение автомобилизации населения, повышение количества автомобилей. То есть ее рано или поздно надо было строить, вот время пришло. Сметная стоимость дороги менялась несколько раз, причем в сторону удешевления строительства, что в общем-то не характерно для Самары. Уменьшению суммы способствовало волевое решение пришедшего три года назад нового главы региона Николая Меркушкина. На реконструкцию улицы уйдет почти 483 миллиона рублей. Николай Иванович, изучив подробно документацию и сметы, скажем, где-то примерно, не могу ошибаться точно, но где-то примерно на миллиард уменьшил. И вот работа, насколько я понимаю, в этом году, наверное, будет закончена. То, что это решает достаточно серьезные транспортные вопросы именно в Октябрьском районе, сильно разгружает проезд в Маслинку, ну, в принципе, создает более оптимальные экологичные условия жизни. Впрочем, пока основная часть работ выполнена лишь на отрезке между Московским шоссеем и Мичурино. Здесь перенесли инженерные коммуникации, проложили ливневку и обустроили основание будущей проезжей части. Подрядчик уже приступил к подключению опор освещения и установке бордюров. Завершить реконструкцию здесь должны к июлю. Участок от Мичурино до автобусного проезда пока выглядит так. А будущая кольцевая развязка напротив вертикали различима разве что по контуру. Да и сам проект специалисты в области градостроительства хотели бы обсудить более детально. Давайте поговорим о параметрах. К сожалению, насколько я знаю, этот проект еще до конца не утвержден. Поэтому хотелось бы еще его вынести на обсуждение, посмотреть некоторые параметры. Что смущает? Это радиусы поворота, которые заложены в эту развязку. Насколько они убедительны, это надо послушать авторов проекта и выслушать их объяснение, почему именно такие они взяли. На наш взгляд, там, мне кажется, заужены даже эти радиусы поворота. Поэтому, я думаю, к этому проекту надо вернуться еще и посмотреть, что возможно исправить. Либо убедиться, что все правильно, что так оно и должно быть. Ошибиться здесь нельзя, ведь долгожданная дорога на Луначарского разгрузит вечно стоящие в пробках проспект Масленниково, Новосадово и Московское шоссе. А значит, существенно облегчит жизнь водителям и пассажирам. Субтитры создавал DimaTorzok